Соревнования такого формата среди дошкольников проходят в нашем городе впервые. Ребятам предстояло пройти шесть этапов. Все, как в привычной нам зорнице, вот только бойцам нет и восьми лет, и правила проще. У нас не было здесь автоматов, то есть все такое в детском стиле, более детском, но элементы безопасности жизнедеятельности, элементы оказания первой медицинской помощи обязательно присутствовали в нашей зорничке. Так же, как и у школьников. Стрывая подготовка – первый этап соревнований. К нему ребята готовились особенно тщательно. Разучили речевки, подобрали костюмы и продемонстрировали жюри четкость и слаженность действий. Дальше малыши демонстрировали свою физическую подготовку, бегали, прыгали в длину с места. На третьем этапе отвечали на вопросы по истории нашей страны. Это воспитание духа патриотизма обязательно, любви к родине, знаний своей родины, малой родины. Потому что вопросы были относительно Нижегородской нашей области, относительно знаний их истории Сарова. То есть такие, с которыми ребята по достоинству справились. Последние конкурсы оказались самыми интересными для малышей. На этапе пожарной безопасности они отвечали на теоретические вопросы и участвовали в эстафете. А также оказывали медицинскую помощь, делали перевязку и собирали аптечку. Каждый юный участник отметил для себя наиболее сложное задание. Бег, потому что там зал большой, здесь немного, тебе надо очень далеко бежать. Зал почти 30 километров. Прыжок. Почему? Потому что там надо длинно прыгать, а это очень сложно. Задание, точнее, выполнять. Какой цифры надо звонить в пожарах и опасные предметы. По итогам соревнований все участники получили шоколадные призы за проявленные в военных учениях ловкость, ум и находчивость. Победителями «Зарнички-2018» стали малыши из детского сада номер 30. Мария Руинчко, Станин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24.